приветствую мои дорогие смотрящие меня постоянно и впервые в этом видео я расскажу о том какие у меня бывают еще рыбалки ведь многие думают что у меня всегда рыбалки происходят весело и результативно ну а теперь смотрим помните я неоднократно ловил нормальных таких щук на реке иртыш в 2016 году это моя поняли пацаны вторая а денис тогда ловил уже поздней осенью вот таких налимов в этом месте находится яма метров 10 глубиной и щука и налим там есть практически в любое время года но мы никогда там не были по первому льду и вот в 2015 году решили посетить это место снова вся сложность зимней рыбалки именно в этом месте заключалась в том что до него очень сложно добраться дороги там нет поэтому ближайший путь от проселочной дороги до реки это полтора-два километра в общем здесь мы приехали за налимами по 5-6 килограмм за щуками и так далее тут кстати дамы и господа север здесь уже есть волки есть медведи ну как правило они на другой стороне и ртыша естественно путь был тяжелый где нам приходилось тащить не только свои тела но и шмурдя килограмм по тридцать да еще и по сугробам по приходу на место мы бурили много лунок только потому что лед оказался в этом месте двойной течение просто наталкивала глыбы льда и таким образом образовался торос с несколькими слоями льда и чтобы найти чистое место для рыбалки надо было много бурить вот например видеть в этой лунке очень грязная вода но здесь глубина уже метров десять и что в итоге что народ утро показала что у нас жесть за всю ночь не на червя не на по ни на что не на живца не было ни одной поклевки все жерлицы стоят как вкопанные это было самая неожиданная рыбалка по своим результатам следующую рыбалку которая хочу кратко осветить это поездка на зимнюю рыбалку за крупным карасем помните мою весеннюю рыбалку где мы ловили карася в канаве около дороги весной так вот этот карась переходил через трубу в этой дороге в другое озеро а тот что не успел перейти остался в канавах так как вода упала и до трубы уже вода не доходила и назад карасю дороги тоже не было после первой же жары он весь погиб вот эти кадры весеннего нереста карася я тоже снимал на этом же озере и вот вроде бы есть и люди которые ловят его зимой и рыба которая живет в этом озере и мы решили выехать в 2017 году на эту рыбалку мы сели на край камыша и открытого пространства за весь день я поймал всего 4 добрых карася от 300 до 600 грамм но так как он клевал раз в два часа зафиксировать поклевку на камеру было ну просто нереально тут либо снимать либо ловить а теперь опять вернемся на восемь только уже 2017 года на то же самое шедевральное место в артыше там мы просто мочили шикарных огромных щук мы короче первый раз собрались нормальными такими циркулями мы их ловили осенью вот здесь видос покажу и сейчас мы поехали туда по данным разведки там нормальные штуки идут от 3 до 5 килограмм мы убедительно решили посетить эти богатые рыбой места очередной раз по первому льду но на этот раз условия были крайне жесткими мужики мы приехали нас тут местные приютили пацаны товарищ один значит строит здесь дом и вот одна комната а представляете вот этот товарищ денис его зовут косячник да да вот у нас вот этого момента поподробнее расскажи я забил зрителям как ты печку забыл даже я купил печку на у него лежала в санках он взял дырки в санках начал делать и печечку удачно куда-то спрятал и на этом все мы без печки единственно что у нас есть это газовая горелка морозится у нас 28 градусов не самое главное что здесь есть реально печка тепленько народ хай сегодня утро у нас тридцатка да к сожалению тридцатка хотя обещали синоптики 22 вроде днем должны похова потеплеть наоборот и мы идем пешком километра полтора-два сейчас тридцатник такой дает нормально ну где-то уже 28 и мы прем за щуками несмотря на все сложности судьбы мы мчимся сторону нашей рыбалки примерно со скоростью с космической один километр в час вот это расстояние мы прошли примерно за минут 40 курящим господам вообще тяжело у них спорт другом направлении нам еще примерно эти километр вместе со следами диких животных оставили следы также также оставили следы и дикие городские мужики сугробы которые мы преодолевали были примерно чуток выше колен и тут я скажу полтора-два километра пути под таким сугробом сложно преодолеть даже самым матерым спортсменом мы по ним ходили два раза в день утром и вечером в этот раз проблема двойного льда также была актуальна поэтому мы бурили много мы короче сейчас лунки делаем вот такими вот безопасными штуками то есть мы друг друга привязали вроде лед нормальный 15-20 сантиметров нас ждут пятачки а кстати у меня же два секрета один секрет называется эхолот у Дени его нет я поставлю на нужных лунках а второй секрет у меня есть спиннинг подлёдный я также пытался поймать местного живца и он даже был на эхолоте но в этом месте он ну никак не ловился глубина тут пять метров на дне вот то что показывают вот это дно тут тоже скорее всего что-то появилось а вот это все это живцы за два дня рыбалки мы увидели всего одну поклевку и это было так мужики у нас поклевка лошок сработал 100 метровый бег день я без меня не вытаскивать это наш богор стоп подожди подожди я приготовлю богорик на богорик отломал лошара вы смотрите лошар лайф иди ты в баню лошара лайвы леску надо было нормально нормально ну все петаха ушел 7 10 ушла на в общем щука обрезала поводок выше крепления с леской и это была единственная поклёвка за всю эту рыбалку вообще местные довольно странный народ по городским меркам я пошел просто посмотреть что они ловят на свои сети сети местных я не трогаю и никак на это не реагирую так как часто это их единственный источник заработка еды и местные по непонятным не мотивам просто отдали из своего скромного улова несколько щук примерно по два с половиной килограмма на следующий день погода стала сильно меняться и дошла практически до минус 5 градусов и дул сильный ветер и всю нашу тропинку заметала все у нас простояло все утро не тронуто ставили на глубине на мелкоте вот была одна нереализованная поклевка и на этом все на этом наша беспонтовая рыбалка за 400 км я считаю закончена теперь у нас марш-бросок опять полтора километра по ветру только единственно что стало теплее это была самая физически тяжелая рыбалка за всю историю моих рыбалок но необычной рыбалкой был водоем недалеко от города где люди ночью ловят лещей которые не влазят в лунку диаметром 18 сантиметров а днем то можно поймать окуня и чебака но я нарвался на этот раз на самую шедевральную зимнюю рыбалку где клевали вот такие почти прозрачные верши и причем самого утра короче холод мы самый лучший друг теперь вот видите около дна это рыба и она поклевывает на есть по крайней мере музыки такая редкость редко бывает у меня на всех удочках одновременно клюет и клюет посмотрите и ничего абсолютно ощущение что он уже дожирает крючок полюбасу циркуль сидит только циркуль короче тоже циркуль только с края другого и на чертика такая же шняга тоже посидев буквально два часа мы уехали эта рыбалка была самая короткая из всех моих зимних рыбалок а я также побил свой личный рекорд по самому мелкому улову солнце еще в зените уже в зените они игры еще до сих пор в полях вообще водоем где я пытался поймать хороших крупных карасей я посещал еще два раза второй раз нас посетила неудача потому что мы неправильно выбрали место и только благодаря эхолоту я увидел рыбу выше уровня кустов которую и выловил это был карась грамм на 500 пацаны вот он мой карасик я его вычислил с помощью эхолота оказывается он стоит в пол воды с где-то метр от дна я думал это малек а это вот оно чё ну чё мужики у меня точнее у нас печалька рыба не ловится вот я одну поймал с помощью эхолота как бы нахожу вот я вижу что она двигается там где-то 50 сантиметров от 1 и на этом все были третий раз мы поехали за тем же карасем уже со всеми тонкостями по выбору места мы поехали с нашим знакомым проводником на уже проверенное место и прикормлено причем разведка донесла что вчера здесь неплохо ловили карася где среди мелочи попадался карась грант до 800 и снова наши надежды были разрушены я поймал всего 78 мелких карасиков а в глаза крупному карасю грамм на 400 я смог посмотреть только у нашего проводника володи ну это один володя серьезно на толпяк один то хоть посмотреть вот я же это только начало и причиной такого клёва опять же была резкая смена погоды это озеро для меня стало самым хитрым и неудачным за все зимние рыбалки да дамы и господа и у меня бывает вот такие чудесные рыбалки ну все до новых встреч всем пока материал у меня куча поэтому еще до новых встреч и